Наш эфир продолжается, как всегда в этой студии, главные темы и актуальные вопросы. Сегодня в программе Алексей Слободянек, первый заместитель министра здравоохранения Крыма. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Добрый день. У нас тема сегодня, которая волнует всех. Модернизация крымской медицины. Когда ждать все-таки существенных изменений в этой сфере? Существенные изменения, я бы так сказал, мы ожидаем от модернизации существенных изменений в системе здравоохранения Крыма. И само собой разумеется, с учетом того, что реализация программы модернизации должна быть завершена до конца 2015 года, то есть до 2015 года мы должны поставить оборудование, завершить ремонтные работы. И у нас остается не так-то много времени, люфтового, скажем так, для того, чтобы обучить персонал, провести соответствующие пусконаладочные работы и так далее. Поэтому основной эффект от модернизации отрасли здравоохранения жители Крыма, они смогут увидеть уже в 2016 году. Потому что именно в 2016 году вот то оборудование, которое будет закуплено, которое будет установлено, которое будет введено в эксплуатацию, полноценно сможет оно функционировать только начиная с первого квартала 2016 года. Потому что все это прекрасно понимают, когда ты даже покупаешь какую-то новую машину, у нее на первом этапе определенные могут быть даже сбои, какие-то должны быть пусконаладочные работы, какие-то нужны будут внесены определенные изменения. Но самое главное, нужно будет обучить людей работать на этом оборудовании. Давайте поговорим все-таки, какие больницы будут в этом году ремонтированы, ремонт будет завершиться, и с чем связана была задержка? Вы знаете, я вам хочу сказать так, что в рамках реализации программы модернизации капитальные ремонты у нас идут в 16 медицинских организациях. Но это в рамках программы модернизации. То есть существуют другие целевые программы, направленные на улучшение и доступности для инвалидов. Существуют программы социально-экономического развития, в рамках которых проводится капитальные ремонты, реконструкция объектов здравоохранения. Нет, это не только ФЦП. ФЦП — это глобальная программа. То есть это региональная программа, и за счет средств регионального бюджета в большом количестве медицинских организаций проводятся капитальные ремонты. Где-то ремонтируется кровля, где-то ремонтируется система отопления, водоотведения и так далее. Где-то проводятся текущие работы. Но на сегодняшний день у очень многих жителей Крыма есть абсолютно объективные нарекания, связанные с тем, что условия пребывания людей в стационарах не очень комфортные. И вот эта некомфортная среда на сегодняшний день, она связана именно с тем, что идут масштабные капитальные ремонты, идет реконструкция многих объектов. Но если мы говорим про модернизацию, то модернизация осуществляется в рамках программы модернизации по 16 учреждениям. Там, где планируется открытие так называемых первичных сосудистых отделений, там, где планируется открытие регионального сосудистого центра, там, где планируется открытие травмоцентров. То есть это в основном крупные и важные больницы в системе здравоохранения Крыма. И проведение капитальных ремонтов, почему оно заведено, скажем так, в программу модернизации, потому что в программе модернизации предусмотрены не только капитальные ремонты, но и оснащение оборудованием. Поэтому мы стремимся сделать так, чтобы это был какой-то законченный продукт. Капитальный ремонт плюс переоснащение. Ну вот ярким примером, например, в этой ситуации является, например, оснащение отделения онкоурологии в онкоцентре. Это открытие регионального сосудистого центра на базе республиканской больницы Семашко. Это открытие травмоцентра на базе седьмой городской больницы. Это открытие первичных сосудистых отделений в седьмой городской больнице, в Евпатории, в Джанкое, в Керчи, в Феодосии и так далее. Масштабы очень большие, поэтому по разным причинам, скажем так, в основном эти причины объективные, потому что я бы так сказал, что и система здравоохранения, и не только система здравоохранения, но и система образования, система социальной защиты. Жилищно-коммунальное хозяйство долгое время не видело возможности реальные провести такие большие масштабные ремонтные работы, поэтому физически иногда просто не хватает рук, то есть не хватает людей, которые могут эти работы выполнять. Ну и подрядчики еще тоже бывают разные. Ну, вы знаете, у нас просто в Крыму такого количества подрядных организаций и такого количества строителей необходимых, их, скажем так, и не было, поэтому к нам приезжают люди из других субъектов Российской Федерации, которые нанимают на работу, но для того, чтобы даже нанять людей, для этого нужно просто время. И, к огромному сожалению, у нас этого времени не хватает. Оборудование? Оборудование, значит, смотрите, на сегодняшний день, благодаря решениям правительства Республики Крым были внесены определенные изменения в нормативно-правовую базу, которая позволила упростить процедуру закупки тяжелого оборудования для медицинских организаций, которые принимают участие в реализации программы модернизации здравоохранения, в реализации программы развития здравоохранения, в реализации территориальной программы государственных гарантий. Это постановление правительства было принято в октябре месяце, в середине октября этого года, но это уже на сегодняшний день позволило за счет упрощения этой процедуры активизировать работу по закупке необходимого оборудования. И на сегодняшний день часть уже торгов по тяжелому медицинскому оборудованию они прошли. Существуют объективные в том числе тоже проблемы, потому что закупить особенно тяжелое оборудование, такое как, например, КТ и МРТ, это одна проблема, а вторая проблема его смонтировать, потому что подготовка помещений по закону и по правилам ведется при закупленном уже оборудование. То есть когда оборудование куплено, под конкретное оборудование ведется подготовка помещений. Черновую работу по подготовке этой помещений в рамках реализации программы, опять же, модернизации, черновая работа уже была проведена. А вот то, что касается, например, суто технологических особых проблем, они начнутся вот буквально только сейчас. По некоторым медорганизациям они уже начались эти работы. Я думаю, что они к концу этого года будут завершены и оборудование будет уже установлено. Какое оборудование сегодня необходимо больше всего больницам нашим? Ну, понимаете, мы скажем так, вопрос с профессиональной точки зрения непростой. То есть мы говорим с одной стороны о том, что есть потребность с точки зрения людей, с точки зрения жителей Крыма, а есть такое понимание как потребность с точки зрения профессионалов, которые занимаются этим этой работой предметно. С точки зрения жителей Крыма, и это понятно нам, в том числе и профессионалам, есть серьезные проблемы с недостатком КТ и МРТ. То есть, но с учетом того, что это оборудование уже принято решение, оно будет закуплено и поставлено, то с 2016 года, я так думаю, эта проблема будет постепенно ликвидирована полностью, потому что то оборудование, которое планируется к закупке, фактически оно полностью удовлетворит потребности, нормативные потребности в обеспечении этим оборудованием по Крыму. Мы можем ожидать сокращения очередей? Хватит ли нам специалистов для работы на этом оборудовании? Сокращения очередей мы должны ожидать, и мы надеемся на то, что действительно очередей будет меньше. Почему я говорю таким вот завуалированным словом, надеемся, потому что вторая проблема – это проблема кадра. И несмотря на то, что на сегодняшний день мы приняли все необходимые меры с помощью главных внештатных специалистов Автономной Республики Крым, с помощью наших коллег из других субъектов Российской Федерации, которые оказали нам реальную помощь в подготовке и переподготовке медицинских кадров, которые смогут уже работать на этом тяжелом оборудовании. Но если имеющиеся специалисты на сегодняшний день уйдут все на работу на КТ и на МРТ, то кто будет работать на обычных рентгеновских аппаратах, на флюорографах, на маммографах и так далее. То есть проблема количества специалистов, которые готовы работать вообще в этой отрасли, вот эта проблема остается открытой. И специалистов достаточного количества явно не хватает. Будем надеяться, что ситуация все-таки изменится. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я благодарю вас за беседу. А наш эфир продолжается. Оставайтесь с первым крымским. Не переключайтесь. Спасибо.